Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. В Алуште на форуме «Деловой Крым. Формула роста» своими практиками поддержки малого и среднего предпринимательства с бизнес-сообществом «Полуострова» поделились представители Ставропольского центра «Мой бизнес». В форуме приняли участие более 800 представителей малых и средних предприятий, органов и властей, муниципалитетов, институтов поддержки бизнеса, а также представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вопросы популяризации новых цифровых подходов к мирам поддержки малого и среднего предпринимательства всегда были в центре внимания Ставропольского центра поддержки бизнеса. За прошлый год он оказал более 3000 комплексных услуг, в том числе в сфере цифровизации бизнеса. В Пятигорске проходит акция, направленная на поддержку беременных женщин «Настоящее счастье уже с тобой». Она призвана удержать женщину от аборта и предложить любую помощь. Ее организаторами выступили «Дом для мамы» и Центр медико-социальной поддержки. Так, в рамках акции женщинам, узнавшим о наступившей беременности, доктор помимо поздравления вручает и подарок – коробку с пинетками для новорожденного и открытку с контактами организаторов проекта. С начала акции такие подарки получили уже более 220 будущих мам. Акция долгосрочная, организаторы планируют распространить эту практику и в других городах Кавминвод, а также в Ставрополе, где женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддерживает епархиальный приют для беременных и женщин с младенцем «Мамины руки». В числе региональных инициатив по поддержке беременных женщин власти и общественники края предлагают организацию фото дней и видеоинтервью для ожидающих пополнения молодых семей, досуговых и образовательных мероприятий, создание бесплатного видеокурса о беременности и родах, а также запуск проекта «Школа мам». Также предлагается организовать выдачу в женских консультациях карт лояльности на походы в культурные учреждения и скидочных карт в магазины с товарами для детей. В крае действует комплекс мер поддержки беременных женщин, материнства и детства. Помимо финансовой поддержки ведется работа по повышению доступности медпомощи, качеству родов вспоможения. Беременным предоставляется помощь перинатальных психологов и социальных работников. Помощь оказывается по всем направлениям, в том числе по вопросам незапланированной беременности. Обращаться можно на общероссийский телефон доверия 8 800 100 48 77. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств представляет международный выставочный проект греческого фотохудожника Костаса Асимиса «На страже земли русской». Его имя хорошо известно на Ставрополье. В 2014 году из-за музея сотрудничал с фотомастером в организации выставок «Мой Афон» и «Ноктюрн». Эти выставки Асимиса прошли во многих российских городах. Поскольку Костас Асимис сейчас проживает в России и много путешествует, это позволило ему создать экспозицию 140 работ, в которой представлено 38 объектов древнерусского зодчества. Древние памятники дают понимание развития истории на протяжении более 8 столетий. В новой экспозиции эффективно и выразительно задействованы мультимедийные средства. Каждая работа имеет уникальный QR-код, при сканировании которого можно получить информацию об архитектурных ансамблях. Патриотическая направленность проекта, рассказывающего о героических страницах нашей Родины, станут отличной основой для музейных уроков бесед с подрастающим поколением. 14-летняя дзюдоистка из изобильненского округа София Кулабухова получила статус лучшей спортсменки СКФО на соревнованиях, которые прошли в Нальчике. Там за первое место боролись 300 спортсменов в шести весовых категориях. София занимается дзюдо 8 лет. Последние три года неоднократно занимала лидирующие позиции в первенствах Ставропольского края и СКФО. Теперь девушка представит Ставрополье на первенстве России. Вести Карачаева-Черкесия Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание по вопросу газификации населенных пунктов Карачаева-Черкесии и реализации программы, инициированной «Единой Россией» и поддержанной президентом страны по социальной догосификации. Принято 3610 заявок. Созданы технические условия для газификации еще в 3434 домов. На сегодняшний день подключено 1543 домовладения. Только с начала года 250 домов еще 750 будут подключены до конца года. В этом году в четырех населенных пунктах планируется построить и ввести в эксплуатацию 25 километров разводящих сетей, что позволит газифицировать более 500 домов. В Карачаево-Черкесии прошли финальные конкурсные испытания в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023». Ирина Глазунова из Зеленчукского района показала самый высокий результат по итогам регионального этапа. Она представит Карачаево-Черкесию в финале, который пройдет в Орехово-Зуево Московской области. В период с апреля по ноябрь в Карачаево-Черкесии будут проводиться уборки в различных муниципальных районах и городах. Первые уборки прошли в Адыгехабльском и Ногайском районах. Неравнодушные жители, сотрудники организации и учреждений, волонтеры собрали 40 тонн мусора, очистив территорию в 42 гектара. В апреле генеральная уборка пройдет в Изжигутинском районе. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария В Кабардино-Балкарии объем промышленных товаров собственного производства за последние пять лет вырос почти в три раза. Об этом региональным депутатам рассказал руководитель Минпромэнерготорга КБР Шамиль Ахубеков на заседании президиума парламента. По словам профильного министра, несмотря на антироссийские санкции, промышленность республики в прошлом году развивалась эффективно. Основной показатель, характеризующий работу отрасли, индекс промышленного производства составил 102%. Для улучшения инвестиционного климата идет взаимодействие с Российским фондом развития промышленности компании «Кавказ-РФ» Республиканской корпорации развития. Также, по информации Шамиля Ахубекова, в Нальчике создадут индустриальный парк, где будут работать сразу несколько текстильных предприятий. Планируется запуск Тернаусского комбината по переработке Вольфрама и Малибдена, а Чигемский стекольный завод расширит свое производство. По итогам обсуждения депутаты сформулировали свои варианты развития республиканской промышленности. В Кабардино-Балкарии проводится кастинг на участие в межнациональном проекте «Покуда сердца стучат». Эксперты Московского центра развития экологических и социальных проектов создали уникальный межнациональный кросс-культурный спектакль. Уже отобраны 14 представителей талантливой молодежи Нальчика, которые станут участниками проекта. Основой речевой оратории «Покуда сердца стучат» стала поэма Роберта Рождественского «Реквием». Автор речи голосовой партитуры Мария Осовская подчеркивает, что у каждой главы оригинальная голосовая аранжировка. Участники проекта – студенты СУЗов и ВУЗов, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели представляют разные регионы страны, в том числе Луганскую Народную Республику, а также страны ближнего зарубежья. Особое внимание авторы проекта уделяют гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Речевая оратория «Покуда сердца стучат» впервые прозвучит в Музее Победы в Нальчике 29 апреля. Горный фестиваль воздушных шаров в Приэльбрусе Кабардино-Балкарской Республики собрал почти 60 аэродизайнеров из разных регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Всего 58 участников, которые были распределены на 8 команд. Аэродизайнеры создали реалистичные композиции из воздушных шаров, в том числе цветок высотой более 5 метров. Впервые была проведена номинация «Фигура из ненадутых шаров». В этой технике были исполнены робот, лебедь, кукла, знак зодиака рыбы и фигура пингвина. Кроме того, участники собирали фигуры из шаров на скорость, а также создали цифры в стиле аэромозаики. По итогам фестиваля победителем стала команда «Ноу-Нейм» с капитаном-аэродизайнером из Белоруссии. Санят Азрокова, специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». Вести. Северная Осетия. Сегодня быстро и качественно получить медицинские услуги могут жители отдаленных населенных пунктов Северной Осетии. В рамках национального проекта «Демография» реализуется программа «Старшее поколение». В Моздокском районе участники программы сдают анализы, получают консультации, а также проходят обследования кардиолога, невролога, других узких специалистов в районной поликлинике. В медучреждения пациентов доставляет специальный транспорт, предоставленный Министерством труда и социального развития. Благодаря налаженной системе получить рекомендации врачей, жители отдаленных населенных пунктов успевают за полдня, без очередей и бюрократических проволочек. Во Владикавказе строятся два крупных спортивных объекта – крытый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Объекты возводятся по программе «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Завершить работы планируется к концу 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Миняйло. На сегодняшний день строители приступили к фундаментным работам. В ближайшее время подрядная организация начнет монтаж металлоконструкций. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет оборудован 50-метровым бассейном с трибуной на 600 мест, а также залами для занятий борьбой и настольным теннисом. Рядом с ним появится крытый футбольный манеж с полем и трибунами для зрителей на 150 мест. Комплекс включает в себя судейскую и тренерские комнаты, кабинет врача, буфет для спортсменов, шахматный клуб, конференц-зал, раздевалки. «Одна из приоритетных целей – создать все условия для развития массового спорта, приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни, и новые спортивные объекты отлично в этом помогут», – отметил глава республики. На платформе «Яндекс.Переводчик» появится осетинский словарь. Над его созданием работали преподаватели и студенты факультета осетинской филологии, Североосетинского госуниверситета, а также сотрудники Североосетинского института гуманитарных и социальных исследований. Всего ими было переведено более 90 тысяч предложений. Приложения для перевода и редактирования разработали IT-специалисты. Сам проект был реализован по заказу Министерства Республики по национальной политике и внешним связям в рамках программы «Сохранение национально-культурной самобытности осетинского народа». Пока завершился лишь первый этап масштабной работы. Следующий этап – интеграция с «Яндекс.Переводчиком» и развитие этого корпуса. Для того, чтобы системы искусственного интеллекта на высоком уровне могли заниматься переводами с осетинского на русский, с русского на осетинский, необходимо порядка миллиона предложений. Заря Маджикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия. Пост пред Ингушетии Михаил Елезов в рамках поручений главы Ингушетии Махмуд Али Калематова провел встречу с чрезвычайным и полномоченным послом Донецкой Народной Республики в России Ольгой Макеевой. Гостя поблагодарила Михаила Елезова за теплый прием, поздравила ингушский народ с 253-й годовщиной вхождения Ингушетии в состав России, рассказала о текущей ситуации в Донецкой Народной Республике. Пост пред, в свою очередь, выразил поддержку жителям Донбасса в борьбе за правду и свою землю и пожелал скорейшей победы. Как сообщили в пост предстве Ингушетии, в ходе встречи был затронут широкий спектр вопросов, в том числе таких, как обмен опытом между специалистами разных сфер ДНР и Ингушетии. Обе стороны подчеркнули важность укрепления взаимодействия между республиками, необходимость сохранения общей истории, традиций народов и договорились интенсифицировать дальнейшие взаимодействия между представительствами. Программа Минэкономразвития ИВК расширяет возможности онлайн-продвижения для малого и среднего бизнеса. Для увеличения собственного рекламного бюджета и по юридическим лицам нужно до 30 апреля текущего года обратиться в Центры «Мой бизнес», действующий во всех регионах страны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. С помощью специалистов Центра предпринимателей, ранее не пользовавшиеся продвижением товаров и услуг на платформе, смогут активировать специальный купон. При дальнейшем внесении на счет личного кабинета от 500 до 5000 рублей сумма удвоится. Также можно подать онлайн-заявку на участие в программе «Консультант Центра «Мой бизнес», проверить соответствие предпринимателя условиям акций и направить купон. При помощи увеличенного рекламного бюджета малого и среднего предпринимательства смогут продвигать сообщества ВКонтакте, сайты, приложения, интернет-магазины, элит-форумы. В пилотном режиме программа успешно зарекомендовала себя у предпринимателей регионов. Также в рамках совместной программы пройдут обучающие вебинары, на которых можно пошагово научиться развивать и продвигать бизнес в интернете, узнать об эффективных инструментах и частых ошибках. Обучающие вебинары проходят на федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте. Помимо этого, с февраля текущего года в центрах «Мой бизнес» с предпринимателем доступна программа по выходу на маркетплейсы, а для социальных предпринимателей действует программа по получению пакетов бесплатных вакансий для размещения на рекрутинговой платформе. Танзил Пуговец специально для «Зори Кавказа». С 2025 года в России планируют запустить федеральный проект по очистке рек, озер и водохранилищ. Об этом сообщает вице-премьер Виктория Абрамченко. По словам политика, в стране будет реализован единый водный проект. В перечень объектов для очистки включили Иртыш, Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терик и озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек, заявила Абрамченко. На первом этапе проекта проведут инвентаризацию загрязнений водных объектов и определят наиболее проблемные из них. После начнется расчистка русел рек, озер, водохранилищ и их берегов, а также ликвидация объектов, наносящих экологический ущерб и строительство очистных сооружений. С началом весны в Грозном стартовали работы по благоустройству улиц и парков. В этот раз сотрудники предприятий занялись посадкой саженцев и пересадкой деревьев. Облагораживание прошло на улицах и площадях города. Это проспект Путина, площадь имени Ахмад Хаджи Кадырова, улица Саиханова, проспект Кунта-Хаджи Кишиева, сквер Учительской Славы, набережная поселка Войкова, сквер у Дворца культуры имени Зисултанова, сквер в поселке Исаева, сквер в поселке Калинина, сквер по улице 13-й линии. Теперь в каждой из обозначенных локаций появились ясени, липы и платаны. В мэрии города отметили, что работы по озеленению находятся под особым контролем градоначальника Хасмакомета Кадырова. Хадара Сулаева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан. Аллею героев в память о погибших росгвардейцах открыли войсковой части 6752 в Махачкале. В мероприятии принял участие и глава региона Сергей Миликов. Торжественная церемония была посвящена памяти погибших в ходе спецоперации бойцов 102-й отдельной бригады оперативного назначения. Открыли памятник подполковник Шамиль Ахкубеков и подполковник Мурадхан Ахмедханов, участвовавшие в спецоперации с первого дня. В Дагестане впервые в полном объеме реализована программа развития горных территорий. Об этом стало известно в рамках итоговой коллегии Минэкономразвития региона. Как сообщил премьер-министр республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов, в прошлом году было принято решение оказать господдержку 221 заявителю на общую сумму 75 миллионов рублей. Вместе с тем, как отметил премьер, программу следует скорректировать, чтобы облегчить для предпринимателей условия получения субсидий по программе, расширить меры поддержки. На улучшение туристической инфраструктуры региона из федерального бюджета выделено 317 миллионов рублей. Об этом говорили на конференции Министерства туризма и народных промыслов региона. На встрече затронули и тему создания единой памятки для приезжих, которая бы информировала гостей Дагестана о культурных и ментальных особенностях региона. Обсудили и безопасность на туристических объектах. В частности, речь шла об отдыхе на пляжах республики. В Дагестане начала работу питомник по выращиванию саженцев винограда. По плану, в первой стране питомник вырастет около 3 миллионов саженцев в этом году, а в следующем – более 5 миллионов. Это покроет около 30% потребности российского рынка. В Кабардино-Балкарии отметили день возрождения балкарского народа. В минеральных водах прошли военно-патриотические сборы «Путь война». В Ингушетии прошел отчетно-выборный съезд фермеров, организованный Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В Карачаево-Черкесии прошли финальные конкурсные испытания в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В Чеченской республике активно развивается рыбное хозяйство. Региональное издание газета «Дагестанская правда» вот уже 105 лет остается флагманом региональной журналистики. Визитная карточка Северной Осетии, государственный ансамбль «Алан» в этом году отметит 85-летний юбилей. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». 28 марта в КБР отметили праздничную дату – День возрождения балкарского народа, рассказывает корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Санят Узрокова. Месяц «Март» для балкарцев долгие годы считался черным, так как именно в марте 1944 года произошла депортация народа со своей родины в Среднюю Азию. В течение нескольких часов все этническое балкарское население было насильственно погружено в железнодорожные эшелоны и отправлено на спецпоселения в Среднюю Азию. Депортация была осуществлена по обвинению целого народа в предательстве и неспособности оказать сопротивление немецко-фашистским войскам в Приэльбруссии, защитив его от захватчиков, то есть на той территории, где проживала основная масса этнических балкарцев. Тяжелые условия самой депортации, вызванные ее скоротечностью, лишили целый народ не только родины, но и домашнего очага, а также всего имущества. Даже одежда и самые необходимые вещи порой не успевали браться с собой. Высылки на спецпоселения подвергались все – взрослые, дети, старики, инвалиды, руководители различных рангов. Не обошла стороной депортация даже возвращавшихся с войны фронтовиков. Продолжалось это вплоть до 1948 года и коснулось даже тех балкарцев, которые проживали за пределами Кабардино-Балкарской АССР. Сама республика была преобразована, из ее названия было убрано упоминание о балкарском народе. Она стала называться Кабардинской АССР. Период депортации для балкарцев продолжался на протяжении 13 лет, пока в 1956-1957 годах не вышел ряд указов Президиума Верховного Совета СССР. Этими указами последовательно были сняты все ограничения в отношении балкарцев и ряда других народов СССР, подвергшихся депортации. Окончательным актом в этой череде законодательных документов стали указ от 9 января 1957 года и последовавший за ним закон СССР от 11 февраля 1957 года, преобразовавший Кабардинскую АССР в Кабардино-Балкарскую АССР. Последний документ был окончательно закреплен законом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР от 28 марта 1957 года. Эта дата и стала начальной вехой в процессе возрождения балкарского народа. Она же дала и основания для учреждения в 1994 году праздника. Доктор философских наук, профессор Кабардино-Балкарского государственного университета Салих Эфендиев по возвращении на родину внес весомый вклад в развитие науки, культуры своего народа. Он вспоминает события того времени и рассказывает о неиссякаемой и неизменной любви к родной земле, которая подпитывала силы балкарцев в годы депортации. В 13 лет мы жили среди узбеков, казахов, киргизов. Я благодарен этому народу. Балкарский народ выжил в этих условиях, на чужбине, когда народ находился вне системы общественно-политической, культуры жизни, можно сказать, вне системы координат. Его жизнестойкость, его, знаете, духовная крепость, они помогли выжить в балкарском народе. Ни один тиран не может окончаться и уничтожить на того или иного народа. После возвращения, что я хочу сказать, у нас огромный духовный рост. Я вот так слежу за развитием культуры и искусства. В истории балкарского такого духовного взлета не было вообще. Можно сказать, даже за тысячи лет. У нас, говорю, очень такое бурное развитие науки, образования, литературы, музыкальной, например, культуры, песенной культуры и так далее. Когда жили там, сны выделили родные места. Это ущелье, реки, это такая была тоска. В то время созданы уникальные песни. Поэмы, песни плач, тоска Родины. Они говорили, что мы Родину воспоменяем, когда эти песни появятся. Это огромный духовный пласт. Я никогда не забыл. Я был студентом. Один из старых вытащил камень. Он сказал, вот этот камень возле моего дома ротник был за ротник. Я в течение 13 лет облезаю вот этот камень. Возвращайте нас на Родину. Мы будем выпить из этих ротников и облезать камень ротные. А другой вытащил из кармана веточку. Листьев не было. Он сказал, хотим туда. Здесь белые березы не растет. Вот это чувство любви к ротному очагу, к ротной земле. Балкарского народа – это очень трудно вообще, знаете, даже сказать. Видами это заложено у каждого народа генетической любви к ротным очагам, к ротной земле. В этот день по всей республике проходили праздничные массовые мероприятия. Концерты, спортивные состязания, выставки художников и фотографов, конные соревнования, автопробеги. В Минеральных водах прошли военно-патриотические сборы «Путь воина». Сборы организованы при поддержке ДОСААФ России и военно-патриотического клуба «Феникс». С подробностями корреспондент ГТРК Ставрополья Кирилл Лушников. На занятия приехали более 150 детей и 45 инструкторов по военно-патриотическому воспитанию со всей России. Были и специальные гости из 607-го Центра специального назначения, спасатели регионального поисково-спасательного отряда и представители Росгвардии, говорит инструктор из Санкт-Петербурга Георгий Терентьев. Сборы нужны для того, чтобы было хоть какое-то понимание уже, как можно оказать первую помощь, чтобы уже умели разбирать, собирать автомат, реагировать на экстренные случаи, и что стоит работать в команде независимо, знаком ты с человеком или нет. Участников разделили на 15 команд по 10 человек для выполнения задач. Это штурм и зачистка здания с применением оборудования для лазертага, практическая стрельба из пневматического пистолета, горная подготовка, работа с переправой, сборка-разборка автоматов и противозасадные действия с настоящей боевой машиной советского времени. Участникам нужно было загрузиться в десантные люки машины, через некоторое время оперативно высадиться из нее, пройти заданное расстояние в колонии, выполнить задачу и вернуться в транспорт. Учебная трасса максимально адаптирована к военным полевым условиям, говорит исполняющий обязанности директора военно-патриотического клуба «Феникс» Николай Креповский. Здесь собраны дети практически со всех уголков нашей необъятной страны. В этих сборах дети получат навыки по тактической медицине, по огневой подготовке, по физической подготовке. Дети довольны в данном мероприятии, также принимают участие и их родители. Спортивный интерес у молодежи сохраняется до завершения сборов. Я как истинный патриот своей страны, очень люблю ее, и в первую очередь хочу для себя открыть множество нового. Это и медицинская подготовка, военная, тактическая. Собираюсь поступать в МЧС. Тут я научился оказывать первую медицинскую помощь, ускорил свои навыки, лучшие навыки в армейском рукопашном бою. Больше всего нам понравилось то, что все друг друга пытаются поддержать, все друг другу помогают, все работают командной работой. Также сборы устраиваются для встречи с друзьями, с преподавателями. Главная цель сборов не только научить, но и воспитать в детях дух патриотизма. В Ингушетии прошел отчетно-выборный съезд фермеров, организованной Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Подробности в репортаже корреспондента ГТРК «Ингушетия». Улучшение условий труда, увеличение объемов сельхозпродукции на сезе аграриев обсуждают наиболее актуальные для региона аспекты развития и поддержки малых форм хозяйствования. С приветственным словом перед участниками форума выступил исполнительный директор АКОР России Алексей Рыбкин. В вашей ассоциации накоплен уникальный опыт развития фермерских хозяйств, конструктивного взаимодействия с республиканскими органами власти и организациями партии «Единая Россия». Ваши предложения очень важны для АКОР, для выработки нашей фермерской позиции по всем вопросам. О роли фермерского сообщества, защите прав, а еще о том, какая помощь необходима, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурат Хаматханов. Более двух тысяч фермеров у нас зарегистрировано. Львиную долю животноводческой продукции, и тогда и сельскохозяйственной, производится именно в фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах. Поэтому сегодняшнее мероприятие, безусловно, имеет ключевое значение. Это очень важная структура АКОРИ. Это 12-й съезд Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики. На этой площадке говорят не только об успехах и проблемах фермеров, но еще и призывают к сотрудничеству. Мы предлагаем весь спектр кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, а также предстартерные корма для телят от двух до шести месяцев и от четырех до шести месяцев выше. На сегодняшний момент эти корма высокосбалансированы, и я думаю, что животные, которые будут давать хорошие привесы и продуктивность повышать. На повестке дня важные вопросы, определение состава комиссии, мандатные, счетные, а главное – избрание нового руководителя организации, который и подвел в итоге. Сегодня крестьянско-фермерские хозяйства стали неотъемлемой частью народного хозяйства, в целом и многоукладной экономики в частности. Они выполняют одну из главных народно-хозяйственных функций, заключающихся в производстве сельскохозяйственной продукции, а также решение социальных проблем села и устойчивого развития сельских территорий. Выборы руководящих органов прошли во второй части собрания. Председателем аккор республики единогласно был избран Азраил Гондалоев, а также был определен состав комиссии. Все озвученные предложения планируются вынести на обсуждение правительству республики, а также федеральным структурам для содействия в реализации изложенных фермерами вопросов. В Черкесске прошли финальные конкурсные испытания в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Тему продолжит корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия Альбина Охтова. Цель конкурса – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов. Участниками конкурса стали 11 лучших учителей родных языков из всех муниципальных образований республики. Конкурс проводится для обеспечения непрерывного профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических работников, самореализации и закрепления в профессии, включая молодых и начинающих педагогов, рассказала начальник отдела государственной политики управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров Марьям Урусова. Прошел региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Региональный этап является третьим по счету этапом. Он предшествует заключительному всероссийскому этапу, который в этом году, как мы уже ранее отмечали и не раз об этом говорили, пройдет у нас впервые, мы принимаем такого масштаба конкурс у себя в республике. В первом очном туре «Учитель-профессионал» участники продемонстрировали свое профессиональное мастерство на состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок». Во втором туре участникам предлагалось одно конкурсное задание – «Мастер-класс». Целью конкурсного испытания являлась демонстрация участниками своего профессионального мастерства в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального взаимодействия. По результатам сумм баллов за оба тура победу одержала Ида Дахчукова. К слову, в этом году заключительный этап конкурса пройдет в Карачаево-Черкесии. Когда я написала заявление и подавала, я не ожидала и не думала вообще о победе. Главное для меня – участие, проверить свои знания, свой уровень знаний. Мне нужно было проверить, поэтому я решилась и в этом году поучаствовать в конкурсе. Ранее я уже участвовала в этом конкурсе, это уже третий раз. Призером второй степени стала Фатима Лайпанова из города Карачаевска. Она уверена в том, что в следующем году обязательно займет первое место. Мне не обидно занимать второе место, потому что я тоже в числе призеров. И когда я шла на этот конкурс, у меня не стояло цели занять обязательно первое место. Я хотела показать все, что я умею и хотела, так скажем, не ударить грязь лицом, выступить достойно. Я думаю, что у меня это получилось. Я очень довольна результатом. Призером третьей степени стала Фатима Бодракова из Ногайского района, которая говорит, что выступления конкурсантов разных лет натолкнули ее на мысль, что необходимо поучаствовать в очередном конкурсе и попробовать свои силы. Просто хотелось поучаствовать. Очень интересный конкурс. Спасибо организаторам, что ежегодно проводят такой конкурс. Он нужен, этот конкурс нам. Как отметила Марьям Урусова, наставничество в образовательных учреждениях региона всегда было на высоком уровне. А в этом году, объявленном главой государства Владимиром Путином, годом педагога и наставника, необходимо более полно использовать шанс укрепить эту деятельность во всех школах. С учетом того, что у нас этот год, год педагога и наставника, последние несколько лет мы активно реализуем именно систему наставничества, работаем в этом направлении. В каждой школе у нас есть свои наставники и свои наставляемые среди молодых педагогов, наставляемые среди обучающихся. То есть мы активно в этом направлении работаем и надеемся, что свои плоды, именно развитие этого направления принесет по качеству образования. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил победительницу конкурса «Лучший учитель года родного языка и родной литературы 2023 года» Иду Дахчукову. Этот финал нам запомнится тем, что лучшие учителя родного языка со всей страны съедутся к нам в Карачаево-Черкесию в сентябре этого года. Очень волнительно и символично, что наша родная республика, где в мире и согласию проживает столько народов, станет площадкой для финала конкурса. Только представьте, каждый финалист – это народ России со своей культурой, историей, языком и колоритом. Написал в своем телеграм-канале глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В сентябре этого года в Карачае-Черкесии пройдет заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель родного языка и родной литературы». Уже сформирован оргкомитет конкурса. Помимо финальных испытаний, для конкурсантов запланирована обширная культурная программа по посещению знаковых мест региона – Архиза, Дамбая, а также музеев и картиной галереи. Радиожурнал «Зори Кавказа» В Чеченской республике активно развивается рыбное хозяйство. Корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев побывал в хозяйстве, чтобы выяснить подробности. Недавно в регионе начали заниматься выращиванием самой редкой и дорогой рыбы – осетра альбиноса. Как происходит процесс разведения и чем полезна эта рыба, рассказал руководитель Итумкалинского рыбного хозяйства Роман Чехов. Начало стройки было в первых числах октября. Первую рыбу завезли в первых числах февраля. На сегодняшний день почти 20 тысяч голов осетровых. А именно русский осетр, ленский, бестер, ленка – это ленский на Калугу гибрид, белуга, калуга, персидский – очень редкий вид осетровых, стерлядь, альбинос – белый осетр. Также есть форель – янтарная и радужная норвежской породы, стальноголовый лосось. Общая мощность хозяйства, то, что мы планируем развить и получить через полтора года, это будет примерно 3 тысячи голов дойного стада. Средняя навеска и каждая голова по 20 килограмм – это 60 тонн в общем весе. И молоть на мясо 100 тысяч голов в среднем до 2,2 килограмма, то есть до порционного веса доводим и на забой. В Итумкалинском рыбном хозяйстве находится несколько бассейнов, на территории которой расположены спотровые площадки. По словам Романа Чехова, альбиносы требовательны и к условиям воды. Она должна быть насыщена достаточным количеством кислородов, в среднем 14 грамм на литр воды. На вопрос о пользе осетра альбиноса для организма человека, руководитель рыбхоза подчеркнул, что мясо и икра рыбы содержат много полезных витаминов и неорганических соединений. Планируется два направления на этом предприятии. Это туризм, здесь есть база отдыха на 8 домов, ресторан и полностью развитие такого бизнеса, как выращивание на черную икру осетровых и на мясо. Мы очень тесно сотрудничаем с инновационно-технологическим центром аквакультуры Кубанского государственного университета. Под четким научным сопровождением ведется выращивание осетровых. В природе у альбиносов мало шансов на выживание, поэтому они выращиваются в основном в искусственных условиях. Из-за дефектов ДНК разводить альбиносов трудно. Они подвержены болезням, но спрос на их икру высокий, отметил Роман Чехов. Интервью, талантливые очерки и фотографии, а главное – материалы, содержащие анализ и глубокое исследование актуальных проблем. Верность своей главной теме. Дагестанская правда вот уже 105 лет остается флагманом региональной журналистики. Об этом в том числе говорили на мероприятии с участием премьера Абдул-Муслима Абдул-Муслимова. Репортаж корреспондента ГТРК «Дагестан» Патимат Сулеймановой. 105-летний юбилей – целая эпоха, вместившая историю развития республики, ее успехи и достижения. Отмечает в своем выступлении председатель правительства Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Дагестанская правда прошла достойный путь до главной общественно-политической газеты Дагестана. Вынизу все тяготы и вещения военных лет, послевоенного восстановления и дальнейшем социально-экономическому развитию. Дагестанская правда сегодня, как и прежде, наступает интересам нашей республики. Вносит неоценимый вклад в создание условий для развития региона, в сохранении традиционных духовных и нравственных ценностей междунационального мира и согласия. Сегодня, так и правда, флагман региональной журналистики. На ее страницах отражены самые яркие явления и события республики. Страны из всего мира. Сегодня у нас просто не хватает порой газетной площади. И в этом нам помогает наша интернет-версия. Интернет, где мы размещаем огромный объем материала, именно позитивный. В этой связи я хочу свою признательность личной и коллектива направить в адрес главы республики, в адрес председателя правительства, в адрес народного собрания. Несколько поколений журналистов сменило за более чем вековой юбилей. Они работали и работают в каждом уголке Дагестана, чтобы нести людям правду печатного слова. Здесь дома, пожалуйста, интернет, смотри. Нет, мне нужно подержать в руках газету, почувствовать вот запах вот этот, хотя он сейчас не такой и нет его. Почувствовать, увидеть эти вот буквы. Она была прекрасной, она была нашим другом, нашим родственником, можно сказать. С нее день не начинался. Интервью, талантливые очерки и фотографии, а главные материалы, содержащие анализ и глубокое исследование актуальных проблем. Верность своей главной теме. Все это и сегодня очень ценится читателями Дагправды. Радиожурнал Зори Кавказа Визитная карточка Республики Северная Осетия Алания Государственный ансамбль «Алан» в этом году отметит 85-летний юбилей. Артисты непрерывно оттачивают мастерство на репетициях, совершенствуются и развиваются. Юбилейный год начался для «Алана» большим концертом в московском зале имени Чайковского. Впереди еще 12 выступлений в разных городах России, 11 из которых – сольные. В программу московского концерта вошли 4 новых танца, в их числе и «Калинка». Обновились и концертные костюмы артистов. Их пошили в ателье Изольды Гогичаевой. На репетиции ансамбля побывала корреспондент ГТРК «Аланья» Юлия Филатова. Величественный симт – круговой зилга-кафт. Традиционные осетинские танцы в столице России. Спустя 8 лет государственный ансамбль «Алан» вновь выступает на этой легендарной площадке. Знаковое приглашение. Коллективу в этом году 85 лет. Чтобы держать форму, расслабляться не стоит. По этой причине сразу по приезду вновь репетиции. В репертуар ввели сразу 4 новых танца, среди которых впервые массовый русский «Калинка». На сцену, где с этим танцем выступал ансамбль имени Игоря Моисеева. Выходить – особая честь и ответственность. Руководитель «Алана» Зелимхан Кузаев говорит, лелеял эту идею давно. Даже пригласил хореографа-постановщика из Липецка. Ждали этого специалиста целый год. В итоге заслуженный артист Российской Федерации Максут Кубанов приехал и поставил танец в рекордно короткие сроки. Всего за неделю. Выступили так, что удивили самого руководителя. До последнего были сомнения. А получится ли? И получился. Просто не верили даже мои ребята, что вот так получится за такое короткое время. До этого с Моисеевского ансамбля нам поставили кадриль. Ну это для разбивочного. Пара танцевала. Ну все же таки массовый танец, массовый «Калинка». Веселый такой танец. Они с удовольствием, они его танцуют, полюбили. Несмотря на серьезную подготовку, исполнить танец оказалось непросто. Ведь это абсолютно разный темперамент и другая хореография. Есть плавание, а есть теннис, допустим. Здесь одно, там другое. На самом деле было нелегко, потому что ноги вводят, мышцы пока не привыкнут. Им нужно адаптационное время. Ну адаптация занимает около двух-трех месяцев, допустим, чтобы можно было перестроиться. А потом нужно еще обкатку пройти. Когда люди друг другу правильную энергию посылают, и когда друг другу верят, правильно энергообмен идет, тогда все круто. И магия случилась. Зал принял. Как талисман самая молодая артистка коллектива. Елене Елоевой всего 18. Но ей доверили ответственную миссию. Делиться эмоции зашкаливали, а справиться с ними помогала нацеленность на результат. Просто не могла подвести. Для каждого танцора зал Чайковского – это легендарная сцена вообще, святая, можно сказать. Волнение было больше, чем обычно. Но когда уже выходишь на сцену, я собралась. И ответственность зашкаливала, поэтому собралась. Новые танцы и новые костюмы. Все новшества здесь появились благодаря Изольде Гугичаевой. Известный в республике модельер на протяжении многих лет. Постоянный дизайнер коллектива. Заходите, вот это наш женский костюмерный цех нашего ансамбля. Новые костюмы. В частности, вот, допустим, чеченские. Мне кажется, очень красивый костюм. Он хорошо смотрится. Жилга Кафт, вот у нас новый костюм тоже. И, естественно, русский танец. У нас русский танец вот в таком вот тоже сделан из Ольды. Качественный бархат, разноцветные камни, нагрудники, выполненные из ювелирного металла. Каждый концертный костюм – настоящее произведение искусства. Профессиональный костюм танцора часто тяжелый. Чеченский, говорят, весит килограммов 6 или 7. Поэтому, чтобы качественно исполнить танец, артист должен иметь серьезную физическую подготовку. Впереди новые задачи и новые танцы. Горизонт возможностей впечатляет. Опытные артисты должны бросать себе вызов, говорят они сами. Иначе неинтересно. Радиожурнал «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Каза». Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромный звук. И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Радио «Ингушетия». Высокогорный юг и ровный север. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая вода. Примите наш привет в эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Продолжение следует.